ну что у тебя появилась хорошо добрый вечер и так прошлый понедельник у нас с вами был практически 5 хороших новостей они все разные все-таки обоюдоострые двоякие но они были и это хорошо и сегодня мы движемся дальше потому что мы проанонсировали прошлый раз идею в которой есть два этапа жизни и каждому этапу срабатывает или не срабатывает та или на методика такого же народу набежала ухты поэтому басякуем так сейчас по басякуем вот осися и получился потом как у нас было вот так у нас было должны лепесточки падать а ну-ка чики-брики чики-брики лепесточки падают конфетти так у нас было вот так это было ужас потом у нас было ну просто вот такое она дает чё шарики 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 все тогда можем двигаться по басиковали викачка добрый вечер по басиковали и движемся и так мы прошлись прошлый раз по новостям они все очень хорошие и теперь мы начнем говорить про два этапа жизни и про инструменты точнее про способы как в них жить в принципе самый общий вход выглядит как три фазы я боюсь я приблизиться боюсь не то чтобы начать второе я не могу ну то есть я там лапкой о анжелика добрый вечер я там лапкой скребу а ну я не чувствую в себе сил чтобы о аннушка добрый вечер чтобы что-то сделать и третье у меня не получается и так три фазы я боюсь не будешь даже начать я начал я не могу что-то нас у какой-то не сил на него нет если я не останавливаюсь я захожу в фазу не получается вот эта фаза не получается это то ради чего мы собрались дальше начинается по мере набора начинает получается что-то лучше что-то хуже леночка добрый вечер и все начинает быть хорошо оксаш оксаночка добрый вечер и так в китайском это было вступление всего все чтобы вы не не заходили у вас будет везде одинаково займетесь вы кикбоксингом я боюсь я не могу у меня не получается если не бросили я боюсь я не могу у меня не получается постепенно начнет получаться может быть олимпийским чемпионом по кикбоксингу вы не станете но всю шоблу вся на районе вы в горизонталь уложить тут без без иллюзий всех вы займетесь йогой бальными танцами у вас будет все то же самое я боюсь смысле я стесняюсь там тра-та-та ой я не могу тра-та-та ой у меня не получается но настойчивость настырность есть все постепенно начнет получаться и вот есть две два этапа договорились что мы зайдем китайцам вот мы заходим китайцам есть две модели время собирать камни и время разбрасывать камни обычно молодые годы условная молодость сейчас там до 50 лет это люди собирают камни 50 60 лет живут на этих камнях 50 60 не в смысле 50 60 а в 50 60 лет живут на камнях а в 70 начинают разбрасывать камни как это выглядит например в бизнесе в бизнесе там условно до 40 50 лет чем больше работаю тем больше зарабатываю а после 50 чем меньше работают тем больше зарабатываю типа поменялись правила да прям совсем поменялись правила это изменение настолько сильная здесь хочется привести два факта первый факт как это выглядит на уровне человека допустим человек жил-жил-жил и у него была одна ножка короче чем другая и он решил это дело исправить существует аппарат элизарова значит делается операция кость разъединяется она заполняет кость потом заполняет это пространство значит еще разъединяется заполняет пространство все хорошо но дело в том что у нас в голове стоит эквалайзер эквалайзер это такое устройство у звукоинженера где он добавляет или снижает сейчас мне что-то блинкнуло что блинкнуло все хорошо и этот эквалайзер чаще всего это эквалайзер боли или удовольствие это одно и то же и в смысле канал один интенсивность разная и вы себе сидите в этом эквалайзере и вы жили-жили-жили где у вас ножка одна больше ирочка добрый вечер а другая меньше и таз перекосился и соответственно все позвонки наверх они тоже перекосились но организм ваш организм их компенсировал здесь сжатая тут растянутая то есть она тут продавленная на допустим на мрт на мрт видно где а с одной стороны диск межпозвоночный сжат и тому там пленочка чуть ли не не грыжа уже выступает а с другой стороны он растянут все нормально но тут сколиоз стороны но нас интересует не то как ваша ваш остов это гидро компенсировал а то как мозг ваш компенсировал буквально происходит следующее пока вы растете то мозг бомбардируется сигналами о том что здесь больнее а здесь не больнее и мозг как вот этот звукоинженер на эквалайзере с одной стороны все ползунки они вот эти вот ручечки они называются ползунки ползунки опускает вниз и приглушает звук а с другой стороны он их повышает и громкость добавляет и таким образом он компенсирует картину мира и вы живете в нормальной картине мира то что вы одним ухом боль слышите слабо а другим сильно то здесь прикручено а здесь откручено и у вас создается впечатление что вы стереоскопически боль слышите одинаково с правой стороны и с левой стороны на самом деле это не так на самом деле вы слышите боль не одинаково но мозг выравнивает картину чтобы у вас чтобы дать вам понятие качество жизни это первый момент и вот вы сделали эту операцию и теперь у вас грубо говоря одна ножка была такая другая такая а теперь оба и две ножки стали одинаковыми и у вас тазовые кости и выпрямились и у вас позвоночник начал перекашиваться и в 40 лет или там когда вы сделали эту операцию у вас начинается просто одна сплошная непрекращающаяся головная боль вы думаете нахрена я это сделала зачем что я себе думала что я не могла донашивать этот скелет до конца чем была проблема ну прихрамывала я ну была у меня там папа папа подложена значит под пяточку компенсатор подпятник и значит подошву я всегда себе делала заказывала дополнительную там 35 миллиметров до сантиметра никто этого не видел никто потому что это вот так и это ну она компенсируется и не было видно у меня есть подружка знакомая у нее я сейчас рассказываю она операцию не делала но у нее она приволокивает одну ногу если бы она не сказала я бы не увидел смешно другое я когда-то у меня спросил я говорю а скажи пожалуйста а ты а другие люди видят она говорит никто не видит но говорит кинезио кинезиологи и всякие там остеопаты и хирурги костоправы эти видят в одно мгновение а остальные а остальные не видят вообще ох нифига себе я говорю не хило то есть в ее походке не видно что она подволакивает ногу вот настолько компенсировано движение и так вы сделали операцию и операция вам показала кто на земле начальник она на земле начальник условно говоря ваш мозг и мозг просто захлебнулся в боли то есть у него эквалайзер вы прожили 40 лет где часть ползунков лежит наверху часть ползунков лежит внизу здесь мы звук добавили здесь мы его звук убавили а теперь по идее стало нормально как и должно было быть то есть условно говоря через пять лет если вы еще там занимаетесь там не знаю йогой плаванием то вы сделаете мрт и у вас уже межпозвоночные диски будут с одинаковым просветом с обеих сторон ухты как хорошо но правда до этого еще дожить надо а вешаться и лезть на стены от боли вы будете уже потому что у вас будут болеть все мышцы будут болеть все кости у вас сегодня у вас поменялась биомеханика и как только поменялась эта биомеханика жить вообще не в кайф едем дальше это была первая компонент вторая компонент как выглядит то есть здесь существует как бы условная идея права выбора о том что у вас было право выбора и вы выбрали сами сделать эту операцию и на разы лысы бенобиль чтобы выправить цей воно 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 было дискомфортом но лишь только ментальным а сейчас все тело было так что уже жить не можно и не хочется и не желается и гадость все поэтому если это так то тогда возникает вопрос а был ли выбор и вот здесь мы входим во вторую часть типа был ли выбор представьте себе что вы играете в карты и у вас условно говоря там не знаю бубна козырь и вот вы играете 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 все остальные масти сносите бубну собираетесь чтобы в конце игры значит там отбиться завалить оппонента и все у вас было бы хорошо и вот вы играете 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 когда вашей стопки карт там уже остается там уже брать ничего фактически там остается это вы значит смотрите на свои карты у вас практически вся бубна и в будущее вы смотрите вполне значит уверенно потом вы поднимаете глаза смотрите на стол херак червокозырь вы бубна а черву вы всю сносили пику трефу все все сносили у вас так одна бубна на руках почти все мамочки родные вы опять а кто подменил типа ты подменил нет у меня тоже почти вся бубна только на руках кто подменил и вы понимаете что карты козырь точнее не сами карта козырь передернул бог да ёшкин кошкин ну что ж ты будешь делать и бог передернул карты и теперь всю ту масть которую вы собирали так долго теперь не работает чтобы вы были здоровы то есть вы не хотели делать операцию а вам ее сделали вот так время собирать камни больше людей больше контактов больше движухи вдруг в бац в какой-то момент за какие-то там не знаю 5-7 лет переконвертировалась и вы больше не хотите больше людей вокруг больше чего публичности больше дискотек больше бухла больше контрактов ёксель-моксель и все и все вот так это происходит то есть фактически рубеж в допустим психологии это описывается как кризис среднего возраста то есть он описывается там описывается первая фаза как экзистенциальный кризис но окей мне там 35 обычно в 30 начинается кто кто ранее и там 40 45 кто кто поздний мол типа в религию не создал там учеников не нажил там ну и чего я ради живу это вот начинается вот эта экзистенциальная тоска тут еще дети подрослели ушли значит ему жена уже не те и и вообще все и крокодил не ловится не растет кокос поэтому вот этот рубеж между время собирать камни и время разбрасывать камни или назовем его лиминальность время безвремения длится не очень долго 5-7-10 лет но внутри него происходят вот эти вот все пертурбации и нужно все время искать что сейчас козырь то есть грубо говоря первые там словно 45 лет было бубна козырь а потом точно будет не бубна козырь но что будет козырь пика трефа чирва непонятно и вдруг там на середине периода вам объявляет теперь чирва козырь вы говорите что мне теперь сделать бубной что хочешь вот ты собирал все эти камни вот теперь разбрасывай их то есть получается первый период чем больше у тебя пламя в жопе тем ты больше взлетаешь выше взлетаешь потом ты взлетаешь самолет превращается в дирижбобль и ты в этом дирижбобле сидишь с этими камнями и биться и ты берешь вынимаешь и выбрасываешь из этой гондолы все весь балласт все эти мешки с песком привязанные по разным сторонам галочка добрый вечер и для того чтобы жить по-человечески все с этим все понятно так я сразу хочу сказать что если вы будете сразу здесь же писать первое есть получилось оказалось что надо просто подождать все работает все же да так вот если у вас есть вопросы то вы их прямо сейчас задавайте потому что потом так и вот здесь было и появилась это что соединение с чатом прервано но мы его пытаемся восстановить подождите так у меня к вам просьба напишите мне плюсик или там поставьте лайк или еще что-то сделайте чтобы я понимал что как бы все функционирует а ну-ка сделайте мне это потому что я не понимаю она вообще трудится или не трудится ну-ка ну-ка трансляция идет потому что написано что с чатом прервано сообщение я не понимаю идет сообщение потому что все что я сейчас наговорил имеется ввиду типа пишите вопросы мария добрый вечер что если все что она говорил типа пишите вопросы то это все никуда не работает работает не работает так судя по всему соединение с чатом действительно прервано подождите вашу мать подождем вашу вашу маму хорошо так вот движемся дальше и и вот вот этот период условные лиминальности время безвремения когда бубна козырь уже закончилась и мне было непонятно сначала что будет следующем козыре и вообще хотелось чтобы туда была бубна козырь мы же ее собирали а потом вдруг бац и стала червы козырь и мы начали доигрывать всю игру в до конца уже в червей козырь вот примерно это же происходит там условно на рубеже у кого-то в 40 лет ну в общем начинается в 40 заканчивается в 70 но длится в среднем там 5-7-10 лет на вот этом интервале поэтому теперь мы заходим в состояние когда на из состояния выживать условно до 50 лет в состояние жить после 50 лет и тогда у нас появляется модель которая называется хочу могу буду получается теперь откуда все это родилось приходит ко мне моя клиентка очень умная девчонка и говорит мне не получается я говорю хорошо и понимаю что она собственно вот в этом фрагменте в маленьком кусочке поймала клин поймала конфликт между тем что ее старые модели перестали работать новых у нее нет и я говорю а что не получается так не снова опять пишет не удается подключите подключиться к чату повторите попытку позже ну ладно в общем а если я напишу в чат что-то изменится пишет так ну вот я свой чат вижу и то что я написал я вижу а то что вы пишете я не вижу то есть судя по всему нет ну ладно не страшно не трагедия итак она приходит и говорит у меня не получается я понимаю что у нее не работает старая модель перестала работать а новое у нее нет ее старая модель выглядела так я подберу людей я пойду на поучусь научусь потом сделаю трансфер технологий и знание умений схвачу те знания которые мне там в коучинге шмоучинге в марафоне еще в чем-то в интернет курсе мне предложили я их освою применю и у меня все изменится более эта же модель только более продвинутая я найду такого человека у которого компетенции наивысшие на рынке и поскольку у меня допустим денег нет ну у нее денег нет имеется ввиду что я тогда им предложу доляху запартнерюсь и он значит будет мне проще легче отдать долю и двигаться дальше я условно там монгол шудан и я буду бежать дальше по степи завоевывая все больше и больше территории оставляя наместников на местах и скандерт в уроке александр македонский делал все то же самое одно в одно и я говорю буду делать то же самое оставлять наместников и двигаться значит огненным валом дальше это и есть период количественного роста некачественного то есть это когда мне нужно больше всего всего это время собирать камни и время разбрасывать камни совершенно следующее время яичирова козырь нифига не бубна и все вот эти вот истерики беготня и все остальное уже не работают поэтому время достижений это время собирать камни и чем больше работаешь тем больше получается и балансируя скудными ресурсами попытка выжить с максимальным удовольствием и выгодой для себя это собственно и есть показатель того как работает первый этап жизни второй этап жизни это время жить привет Мигель это время жить это время разбрасывать камни и там где чем меньше работаешь тем больше зарабатываешь и настроенная модель бизнеса и работа на качество этого бизнеса взращивая постепенно его количество и вот тут происходит четкое развлечение мы с вами сказали что сама модель состоит из хочу могу буду получается а с точки зрения двух этапов жизни первый этап хочу могу буду здесь важна мотивация а во на втором этапе жизни когда чирва теперь козырь хочу могу получается и тогда и тогда получается извините за тавтологию и тогда получается что мне нужно менять модель пойти пойти поучиться у кого-то или с кем-то запартнериться или еще что-то сделать не работает мамочки родные то есть сорок пятьдесят лет где можно было пойти купить курс освоить его применить его и он давал тебе преимущество перед конкурентами конкуренты тоже принимают могут послушать этот курс и количество вот этих чуваков переводных которые переводя с английского адаптируют значит на украинский и русский для того чтобы мы значит чувствовали себя не лохами тмутураканскими а настоящими козырными пацаками то понятное дело мы покупаем лохаем следующих и вот эта пирамида такая молемная она молем не всякий бизнес лоховской но на мутной воде больше чем половина молемных бизнесов полный лохотрон едем дальше так вот получается что два этапа между собой не связаны хочу могу сашулечка привет привет дорогой я смотрю люди и которые обычно смотрят на этом на в ютюбе что-то все начали переходить на фейсбук на фейсбуке идет параллельная трансляция ребята если чуть что-то на фейсбуке на бизнес странице идет параллельная трансляция не беспокойтесь видео останется со страницей лучше смотрите там где вам удобно но если вдруг я же не вижу типа чат заработал или не заработал судя по всему пока не заработал ютуб завис ага вот все люди так ютуб завис а как нам теперь поменять ютуб а если вот так сделаю так выход зашли а ну-ка а на ютубе теперь стало слышно или видно я сейчас сделал переподключение на другую систему и по идее ютуб лагает поэтому я здесь и так на ютубе смотрю ага я понял сашуль сашуль я сейчас только что переключился на другой роутер на другую на другой канал интернет у меня два два канала я сейчас переключился на другой канал а ну-ка работая теперь на ютубе или не очень даже по идее должен быть если он перестал лагать то и слава тебе господи ну в общем грубо говоря одна полная версия по моему там на 30 дней будет на фейсбуке и вторая будет на ютубе то есть на одном одно другое дополнит по идее должно дополнить потому что в какой-то момент начал лагать первый начал лагать фейсбук более не изнеженный и я переключился сразу нет ютуб лежит понятно так а как сделать чтобы он там не лежал изменить завершить а если перезагрузку сделать что будет изменения могут не сохраниться так а как чики-брики чики-брики непонятно непонятно изменить так а если я в этот еще раз по этой ссылке то что будет изменить что нет все хорошо чуку-чуку-чуку-чуку так людей уже нету ага вот понятно так а если вот так ну ладно давайте перезагрузить что будет закрыть так она его она его просто сожрала вопрос так что получается делать вторую трансляцию на ютубе или все-таки работать на фейсбуке кто-то нибудь понимает как это лучше сделать так а если я вот так сделаю чика-брика нет неправда все так тут понятно запись чата да чика-брика да да готово ну-ка так сейчас я попробую вам так я дал только что в youtube еще одну ссылку и тут же начинаю наем сразу трансляцию есть чика-брика а ну-ка что сейчас получится так пишешь мы в эфире и так значит только что ссылка так у нас все все такое мы такие все вот такие значит в телеграме я дал вторую ссылку на youtube сделал еще одну трансляцию уже идет трансляция в ютубе вот с этой точки так началось медленное подключение в фейсбуке да чтобы вы были здоровы что происходит что случилось в доме Аблонских кто кому Рабинович и так тихо шрам вот и продолжение идет в ютубе поэтому в ютубе судя по всему что получилось возможно получится кусочек в ютубе потом дырка и вот сейчас 18.30 снова в ютубе а на фейсбуке было шло 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 потом на несколько секунд затормознулось и снова фейсбук пошел дальше то есть фейсбук получается работает трошечки лучше хорошо но вернемся к нашим к нашим сусликам и погнали и так два этапа жизни первый этап собирать камни второй этап разбрасывать камни первый этап хочу могу буду вам важно желание и мотивация а второй этап хочу могу получается то есть в после того как пришло время разбрасывать камни главным критерием является получается или нет и поэтому теперь смотрите между буду и получается помните мы с этого начали в самом начале там есть большое количество там переходов так вот там лежит называется динамический стереотип обучение это то каким способом вам проще всего набирать компетенцию и кто-то говорит я буду работать я пойду поучусь у меня все получится и я значит все хорошо но это не гарантирует ничего больше половины миллионеров миллионеров Америки не имеют высшего образования большинство не имеет даже оконченного среднего то есть они как по уходили бегом в бизнес и заниматься бизнесом вот так и занимаются и никаких проблем о все ожило все работает это просто вторая ссылка аннушка сашуль это вторая ссылка это 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 не та же ссылка но в ютюбе уже тоже работает смотрите где вам удобно ну просто соединить одно с другим там часть скушать из ютюба часть скушать из фейсбука и будет вам счастье вот и получается что вот эта модель обучающаяся типа я донабрал объем компетенции и мы идем вместе в это в этом направлении мы идем вместе в этом направлении означает что пойти поучиться и научиться не дает успеха нанять лучшего в своей отрасли и с ним запартнериться типа не работает точнее перестала работать бубна козырь была раньше теперь чирвокозырь а вот идти вместе с кем-нибудь с кем вам по пути вдруг нифига себе и работает и сюда ложится все эти коучинги шмоучинги наставничество потом как они еще называются я забыл консультанты и они еще называются менторы менторы дементоры менторы дементоры и всякие менторы вот это вот все здесь и вдруг получается что тот с кем вы идете не столько к вам учитель сколько влюбленный до беспамятства в вас человек все точка и так определили в одном случае и в другом случае поэтому сейчас сразу же сразу же даю забегаем наперед 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 и даю сразу же ответ на ответ на вопрос как жить после пятидесяти ну после шестидесяти лучше конечно после пятидесяти живите сразу так там козыря поменялись была бубна козыря стала червак козырь живите сразу так как будто бы вам восемьдесят лет типа что беречь себя да типа что не работать на сжатых желбоках и на разрыв аорты и сука не рвать жилы да типа так чем больше тем я заработаю больше нет вы заработаете больше тогда когда больше сможете сохранить двигаясь вперед ёксель максель вот вот это вот это история и пока я своей клиентке так и не сумел мне не удалось пока она умная это правда но мне за вот это время так пока и не удалось ей привить ну то есть переинсталлировать не получится то есть старый динамический стереотип обучения изъять невозможно можно дать новый и показать что новый работает намного лучше или очень хорошо ничуть не хуже чем работает старый динамический стереотип и тогда получается это вот как наш с вами разговор про одноногих футболистов одноногих футболистов больше нет сашка мне тогда еще подсказывал что этого пацана зовут Дэвид Бекхим вот Дэвид Бекхим это был последний одноногий футболист почему он бил всегда с одной ноги и поэтому все время играл один и тот же край его переставить с одного края на другой не представлялось возможным почему он одноногий у него бьющая нога одна а сейчас а сейчас если ты не двуногий футболист то есть если ты не почти равно бьешь с обеих ног то как бы ты в квалификацию не попадешь то есть тебе и контракт не предложат потому что ты как бы ну одноногий футболист играющий только один край не способный к перемещению вынужденный сбросить мяч с одной ноги на другую ногу чтобы ударить а это там вот эти доли секунды за которую у него мяч то из ног то и выбьют опа и приплыли то есть он не то чтобы в лед не может ударить а он и обработать мяч не может то есть ему нужно обработать одной ножкой сбросить на вторую и второй пробить божечки вот вот поэтому получается что типа закон гласит что мол типа после шестидесяти ну а лучше после пятидесяти сразу живи как будто вам восемьдесят лет да и типа это позволит прожить еще дольше да и именно это позволит прожить еще дольше типа чекапы там восстановление небольшие нагрузки мягкие растягивания умные добрые хорошие интимные отношения а куда ж поденешь и и это позволит вам жить хорошо и правильно в том числе и правильно обучаться да так вот большинство моих клиентов с которыми я живу вместе уже с некоторыми двадцать пять лет то может быть больше нет не больше лет тридцать максимум то там нет я научусь и уйду там есть регулярное мы все время движемся 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 и и и им хорошо и мне хорошо и всем хорошо и все довольны поэтому что такое время которое наступает когда время разбрасывать камни вы медленнее восстанавливаетесь если раньше вам хватало времени с вечера до утра то потом вам надо будет двое соток чтобы восстановиться а потом трое вас теперь не хватает надолго правила изменились божечки типа вы можете все то же самое но просто не так долго как раньше вам все время надо изменять критерий то есть вы все время попадаете в обстоятельства где старый отшлифованный до блеска критерий которым вы пользовались раньше он теперь не работает и нужно все время прочитать ситуацию войти в контекст понять критерий применить его и пойти дальше и снова прочитать ситуацию понять контекст и применить критерий и вам все время приходится теперь изменять приоритеты вот это крутизна то есть тот факт что вам все время теперь приходится менять приоритеты это есть вот я перечислился четыре правила что такое жить когда разбрасывать камни и так тот который хороший тот делает вот так, обнимается, целуется. А на следующий раз мы поговорим о том, как надо гревать. Ответ на вопрос, где поймать весь сегодняшний выпуск. Часть первая на Ютьюбе, потом там минут 10-15 выпало, потом есть третья, заключительная часть на Ютьюбе. А в Фейсбуке есть все полотно, за исключение там лагало немножко, ну не знаю, после пяти минут, но оно там полагало, не знаю, секунд 20-30, а потом опять начало работать по-человечески. Поэтому, грубо говоря, простите меня, связь такая, я беру на себя ответственность за то, как работает сотовая связь. Я же владелец всех сотовых сетей на Земле, поэтому мне можно предъявить, я уже сеть 7Г разрабатываю, тут он 5Г только инсталирует, я 7Г уже разрабатываю. Так вот, вы найдете это в той части и в той части, соедините и получится. Два раза посмотрите, будет перемелется, мука будет. Поэтому в следующий раз мы поговорим, как гревать. Поучимся гревать. Я покажу, как это делается. Плакать при вас я не буду. Это не значит, что я не плачу, плачу. Объединим и разместим. Вот, Анжелика пишет, объединим и разместим полностью выпуск на YouTube. Ура, Анжелика! Молодец! Плакать я при вас не буду, но поучимся горевать, чтобы вас это не разрушало. Все, обожаю, люблю, целую. Пух! Куда здесь нажимать? Ага, вот.